Жители сразу нескольких улиц обратились в нашу редакцию еще в сентябре. Люди жаловались, что деревянная конструкция рядом с недостроем на улице Красная Зорь, изначально предназначавшаяся для защиты пешеходов, сейчас сама представляет угрозу. Настил уже сгнил на подходе опоры и крыша. Каждый день временным сооружением пользуются сотни людей, в том числе пенсионеры, школьники и молодые мамы. Пройти по нему с каким-то транспортом, коляской или, например, велосипедом совершенно невозможно. То есть ты проваливаешься в эти дыры, свои ноги проваливаются, колеса проваливаются. Вы знаете, я вот сама несколько раз ходила, что у меня просто доски подо мной подламывались, и я проваливалась туда. Ну, это ужасно. Действительно, можно и детям, и взрослым, и пожилым сломать ноги, повредить. Люди, которые не могут ни проехать, ни пройти по полосе препятствий, вынуждены обходить коридор по проезжей части. Сам недострой доставляет жителям микрорайона не меньше беспокойства. Доступ на территорию совершенно свободный. Нет ни замков, ни сторожей. Никто не гарантирует безопасность детей и подростков, ищущих приключений. Бомжи здесь ночуют, они жгут костры и выезжают пожарные, но все равно это находится в открытом доступе для всех. Все открыто. Дети вот на этих окнах висят. Я лично сама видела, кричали они. Арендатор территории, он же застройщик. Печально известная компания «Пума». Обанкротилась. Ее генеральный директор сейчас под следствием, поэтому заставить его выполнять свои обязательства невозможно. Наш телеканал от лица жителей обратился в прокуратуру Фрунзенского района. Только сейчас, под Новый год, спустя три месяца, дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь уже точно известно. Доступ посторонних на территорию стройки ограничат за федеральный счет. Эту сумму взыщут застройщика позже. Процедура сложная, но выполнимая. Был прокуратурой района подготовлен проект представления в областную прокуратуру для внесения уже руководителя управления федеральной службы Тяпкиной. Этот проект был областной прокуратурой поддержан. Внесено представление заместителям прокурора области на имя руководителя управления ФССП. Представление удовлетворено. В настоящее время службой запрошены в федеральном центре средства на разработку проекта. Но, к сожалению, пока средства на разработку проекта, так как это довольно-таки затратное мероприятие. И сначала необходимо подготовить проект. То есть работа в данном направлении ведется. Что касается коридора, он расположен на территории арендованной Пумой у мэрии. Компания за аренду давно не платит. Но и возвращать землю со всеми проблемами к ней прилагающимися мэрия не хочет. И все же фрунзенская прокуратура внесла представление в адрес администрации и компромисс был найден. Было проведено КЧС в администрации для того, чтобы предусмотреть деньги из резервного фонда. Для того, чтобы быстро смочь устранить вот эти недостатки. Решением КЧС было принято, значит, решение о необходимости выделения этих средств. И сейчас по датам даже могу сориентировать. Согласно этому решению, уже выделены средства на разработку проекта. Значит, проект должен быть разработан не позднее 15 января. 15 января уже предусмотрено решение КЧС выделения средств на непосредственно ремонт вот этого прохода. И до 1 февраля денежные средства должны быть освоены. То есть, фактически говоря, обычным языком, до 1 февраля отремонтирован должен быть вот этот проход. Вот так сложно и мучительно решается эта проблема. Главное, чтобы после Нового года история с полосой препятствий вместо тротуара, наконец, подошла к своей развязке. Мария Смирнова, Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...